Всем привет, друзья! С вами Маракэси. Итак, сегодня посмотрим бой на танке Объект 780. Тут будет, естественно, нанесено потрясающее количество урона. Вообще, танк один из самых интересных, тех, которые можно было эксклюзивно заполучить. А именно, если вдруг вы не помните, то было такое событие, где данный танк можно было получить за разнообразные ресурсы. Называлось оно Конструкторское бюро. Соответственно, разработчики отметили успешность данного события. Оно собрало очень много донатов, прям запредельно много. Что показать от того, что, в принципе, данная машина может и вернуться в игру. Ну, или какая-то новая, может быть, там появится в таком же репертуаре, чтобы ее можно было приобрести за разнообразные ресурсы, за большое количество ресурсов, естественно. И также, друзья, не забывайте писать комментарии. Пожалуйста, пишите осмысленные комментарии только после просмотра видео. Не забывайте указывать свой игровой ник. Розыгрыш проходит только на Ру-сервере. И вы можете выиграть один из двух призов. То есть два приза разыгрывается. Вообще, обычно один приз разыгрывается. Но в данном случае я разыгрываю коробку одну и разыгрываю также золото. Тысячи голды. То есть вы можете выиграть. Достаточно всего лишь написать комментарий, указать свой игровой ник. Соответственно, и вы уже участвуете в розыгрыше. Так что рекомендую это сделать. Ну а сегодня мы посмотрим бой именно на этом танке. И также я сообщу вам, какие танки в дальнейшем могут повторить судьбу Объекта 780. Именно в конструкторском бюро. Я считаю, что это один из лучших танков за серебро. Ну и за другие ресурсы. Там и свободный опыт можно было вкладывать и так далее. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракаси. Итак, сегодня хотел бы поиграть на сайте в Водхаб. Итак, откроем новую коробку. Соответственно, посмотрим, какие тут призы будут падать. По три штуки будем сразу открывать. Так, 10 коробок падает. Давайте еще попробуем. 10 коробок, это весьма неплохо. На 1000 рублей сейчас выпало. Напомню, 165 рублей. Это сразу по 3 фунта. Ну как бы вот эти вот ячейки открываются. Давайте еще разок. Так, немного золота. Три коробки еще. Ну и последний разок, я думаю. Да, не подфартило, но в целом вплюсь и в хорошем. И также вот вам промокод дополнительный. Это даст вам 50 золота на сайте. И вы сможете бесплатно опробовать свои силы в игре Crash. Также вы можете поучаствовать в розыгрыше дополнительном. Для этого нужно всего лишь, соответственно, играть на сайте. И за каждые 55 рублей вам дадут специальный, соответственно, такой билетик. Для участия в розыгрыше. Чем больше билетиков у вас будет, тем, естественно, высший шанс выиграть. Ну и посмотрите, также бесплатно можно крутануть раз в 24 часа барабан бонусов. И за это дают, соответственно, даже коробку. Ссылка на сайт в описании. Итак, друзья. Интересная такая акция проходит вместе с Лентой. То есть, похоже, Леста, соответственно, сотрудничает с Лентой. Кстати, очень так хорошо сходятся два этих названия, двух этих компаний. Лента и Леста. Ну и, соответственно, можно получать дополнительные бонусы, покупая в Ленте и игре в Лесте. Это, конечно, жесть. Ну, понятно, что это реклама. Мне за нее никто не заплатил. К сожалению, к большому. Может быть, Лента или Леста мне напишут все-таки. Соответственно, могу сказать, что все-таки акция любопытная. Говорил о том, что игрокам такое интересно, так как они в любом случае там где-то закупаются продуктами. И Балтикой девяткой шутка, конечно. Танкисты не пьют, на самом деле. Они только за спорт, наверное. И также, друзья, вы можете видеть такую вот ситуацию, когда некоторые игроки накапливают 97 круток в автомате. Это какое-то баснословное количество, учитывая, что для того, чтобы одну крутку купить в этом автомате, нужно 2000 ресурсов. Да, там под конец Нового года ресурсы все равно, наверное, надевать некуда будет. Но, тем не менее, лично мое мнение, что в этом автомате выиграть довольно проблематично. Эти ресурсы хоть и можно где-то бесплатно получить, собирать два раза в ангаре, друзей собирать один раз в ангаре, вы их уже также выполнять всякие задачи и так далее. Но все же, соответственно, получить новый танк навсегда оказалось не так-то и просто. Ну, по крайней мере, один из игроков столько уже накрутил в этом автомате, что у него 99 боев в аренду доступно. Напомню, что данный танк можно получить как навсегда, так и в аренду. Кстати, если интересно, расскажу об этом танке более подробно. Ну, я про Объект 283. То есть, данная машина весьма любопытная, и есть даже хороший бой про нее. Но это, наверное, в другом видео уже. Просто ситуация такая вот необычная. Ну, а дальше, друзья, поговорим как раз о следующем танке за серебро. Помимо Объекта 780, который, на мой взгляд, снова может появиться в конструкторском бюро вполне вероятно, но мне так кажется, что разработчики могут сразу два танка выкатить. Там новенький танк и вот этот Объект 780, который себя очень хорошо уже зарекомендовал. И, на самом деле, многие игроки наносят на нем, ну, хороший такой урон. То есть, пока что на данный момент танк входит, ну, именно в топ дамажащих машин самых. Ну, может быть, там не в первой пятерке он, но в десятке там, может быть, точно находится. То есть, очень сильный танк получился. Так что, ну, не стоит думать, что если танк продается за серебро или за другие ресурсы, за свободный опыт, например, или за боны, то это всегда отстой. Бывает такое, что танк, ну, очень даже хороший. Только в данном случае, конечно, разработчики строили там, по-моему, аукционы, если я не ошибаюсь. То есть, либо нет. Ну, короче, там нужно было доходить всяких ресурсов. И, естественно, ну, за такое количество ресурсов паривать уж совсем отникчемный танк было бы глупо, я считаю. Поэтому сделали все по красоте, именно по мощности танка все в порядке. И, на мой субъективный взгляд, одним из вариантов появления в ангаре является еще одна советская такая машина под названием Объект 268, вариант 5. Советская ПТ-САУ, которая продавалась, по-моему, за серебро или за свободный опыт, уже точно не помню, там, в черном рынке, ну, или в чем-то подобном таком вот событии, где можно было эксклюзивно купить данную машину. Ну, и, соответственно, всего один раз это было, поэтому, ну, очевидно, что данную машину наверняка в подобном событии еще раз использовать, потому что один раз делать танк, чтобы один раз его использовать, но это не в стиле варгейминга. Поэтому считаю, что очень вероятно, что в конструкторском бюро, ну, или в черном рынке за серебром данная ПТ-САУ снова появится. Ну, а из тех танков, которые появились не так давно, но уже, в принципе, хорошо оттестировано на супертесте. Первый танк Леон, о котором я говорил много раз, и на данный момент считаю, что в конструкторском бюро самый вероятный вариант. Соответственно, машина с хорошими относительно характеристиками, ну, то есть плюс-минус что-то, конечно, не очень, но тут у нас система дозарядки, а она в основном тащит, на самом-то деле. Есть, по крайней мере, характеристики в целом хорошие. А тут все неплохо. Это средний танк с хорошей максималкой 60 километров и неплохой уделенной мощностью двигателя и в хорошем орудии. Еще один вариант 116 F3. И тут, конечно, стоит вспомнить китайцев вообще, ну, настоящих китайцев, я имею в виду Китай, страна очень большая и лакомый кусочек для любого разработчика игр. И, конечно же, ну, есть вероятность, что вот не в Новый год, то есть у китайцев у них немного по-другому, там у них Новый год позже, где-то там, по-моему, в февраде, что-то или около того, я точно уже не помню. Ну, короче, есть вероятность, что конкретно конструкторское бюро как раз будут готовить под китайский Новый год. И, соответственно, ну, китайский танк 10 уровня будет как раз кстати. И очень это все сходится, потому что, ну, конструкторского бюро давно не было. И тут как раз, ну, ясно, что в январе и в феврале, скорее всего, тоже не будет. Нет, ну, в феврале еще может быть, а вот и в январе, я думаю, вряд ли. Да и в декабре, естественно, тоже там новогоднее наступление, там хватает всякой активности в игре. Вот такие вот дела, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.